Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Мне 26 лет. Мне часто говорят, что во мне нет женственности, что я как мужик, я это осознаю, но не знаю как исправить. Я росла без отца и часто приходилось выполнять далеко не женскую работу. Да и сейчас, будучи замужем, все равно решаю домашние проблемы. Возможно ли что-то исправить и с чего начать открывать свою женственность? Спасибо. Ну смотрите, во-первых, во-первых, прямо вот для начала вы можете ответить себе на вопрос, то есть все ли из того, что вы делаете, вы делаете, ну скажем так, потому что хотите это делать. Вот. То есть все ли из того, что вы делаете, вы делаете по своему желанию. Это первое. И соответственно, пожалуй, здесь ответом на вопрос будет именно то, а как вы вот обращаетесь, например, с тем, что вы не хотите... Ну, допустим, вот не хотите чего-то. Например, не знаю, не хотите там делать вот что-то по дому, например, да, вот не хочется вам. Допустим. Вот. Это первое. То есть если вы будете прислушиваться к тому, хотите вы чего-то делать или не хотите вы чего-то делать, да, то это будет, ну, первым, пожалуй, шагом к тому, чтобы становиться более женственным. Вот. Это первое. Второй момент. Вам нужно, как мне кажется, сформировать для себя образ, ну, женский образ. То есть какая, скажем так, женская модель вас привлекает, восхищает, нравится вам, отвлекается. Вот. То есть это вот история про то, чтобы вы как-то понимали, ну, может быть, что вас привлекает в женщине, ну, вот, в образе, в образе, в образе, в образе женщины, в образе женского, в образе женского поведения и так далее. Вот. Что вам нравится. И исходя из этого, чтобы вы могли что-то делать для того, чтобы, грубо говоря, на этот образ походить. То есть, ну, приближаться, приближаться к этому, к этому образу. Вот. Но сначала его нужно сформировать и увидеть. Вот. Какие модели женского поведения вас привлекают. Вот. Вот. Потому что если этого делать мы не будем, да, то есть если вы не увидите модель своего, ну, модель женского поведения, что привлекает вас, что привлекает вас, вот, то вряд ли вы сможете, опять же, что-то, что-то делать, да, для того, чтобы, ну, для того, чтобы его реализовать. Вот. Далее. Я бы назвал в качестве приближения или развития женственности, развития чувственности. То есть, более, более внимательно, скажем так, прислушивания к себе. К тому, что, например, хочется вам. К тому, что не хочется. К тому, что нравится, что не нравится. К выражению и проявлению своих чувств. Вот. Какими бы они ни были. То есть, это могут быть приятные чувства. Такие как нежность, благодарность, тепло. Это могут быть как и неприятные чувства. Отращение, злость, раздражение, отторжение, разочарование и прочее. И их нужно транслировать. Ну, вашему партнеру. Например, мужу. Да? Вот. Понятно, что не всегда человек к этому готов. Не всегда есть возможность такая. Не всегда есть ресурс. Особенно, если вы как-то не привыкли ну, не привыкли сами, да, и человек рядом с вами не привык к этому. То есть что вы не привык к тому, что вы что бы вы выразняли свои эмоции, да, выразняли свои чувства. Вот если условно говоря не вы не ваш партнер, да, не люди вокруг не привыкли, то вот поначалу будет непросто. Вот. Именно поначалу. Но опять же все это решается. Ну, на мой взгляд. Все это решается и в целом приобретение навыка какого-то, да, это дело наживно. Если с этим работать, да, то проблем никаких не будет. На этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Ааааааа, я чуть-чуть... Аааааа... Ааааааа...